У 11 миллионов россиян есть прямые родственники в Украине. Братья, сёстры, родители, дети. Они рассказывают своим российским родственникам по телефону о том, что сейчас происходит. А те не верят. Почему? Российская кампания дезинформации вокруг Украины началась в 2014 году в рамках подготовки к уничтожению демократической Украины. И да, в течение 8 лет людям практически промывали мозги с помощью российского телевидения. Но достаточно ли этого объяснения? В конце концов, как может телевидение быть более убедительным, чем собственные дети, родные братья и сёстры? Ответ психологический. Они больше верят телевидению, потому что они хотят верить телевидению. Существует эмоциональная потребность чувствовать себя правым, стоять на стороне добра, принадлежать к великой нации. Существует несколько заблуждений, связанных с дезинформацией. Первое заблуждение заключается в том, что люди находятся во власти дезинформации там, где она распространяется. Но это совсем не так. Есть второй важный фактор – эмоциональная потребность верить этой дезинформации. Там, где у людей нет такой эмоциональной потребности, они будут избегать манипулятивных СМИ и самостоятельно искать информацию. Мы видим в странах со свободными СМИ, как легко они обходятся и игнорируются, чтобы найти где-то самые причудливые теории заговоров, вписывающиеся в собственное мировоззрение. Люди ищут ту информацию, в которую они хотят верить. Мы можем блокировать радикальные каналы. Мы можем и должны лишать платформ нацистов. Мы можем и должны проверять факты. Все эти вещи хороши и выполняют свою функцию. Но они не меняют человеческой потребности верить в определенную ложь. Когда мир становится слишком сложным, люди хотят верить в истории, которые якобы объясняют и упрощают эту сложность. Истории, в которых есть хорошие и плохие, в которых они сами относятся к хорошим. Те, кто чувствуют, что не могут контролировать дигитализованный, глобализованный мир, хотят верить в то, что кто-то его контролирует. И нужно просто безоговорочно ему доверять. Мы не сможем противодействовать этому явлению с помощью чистого регулирования. Если мы хотим, чтобы люди относились к информациям критически и объективно, нам необходимо укрепить то, что выходит за рамки простой медиаграмотности, а именно самореализацию. Чувство, что мы сами являемся ответственной, незаменимой частью общества. Не просто жертвой или потребителем, а творцом своего общества. Это означает укрепление демократического образования, поддержки местных структур и сообществ, социальных и образовательных программ, самоуправление. Эти вещи не роскошь, когда речь идет о построении жизнеспособных демократических обществ, а это самые основы. Второе заблуждение, что цель дезинформации убедить людей в том, что что-то является правдой. Многих людей сбивает с толку, что большая часть российской дезинформации выглядит до смешного абсурдной. Неужели мы должны поверить в то, что в Украине заражали птиц смертельными вирусами и отпускали в Россию? Нет, не должны. Когда в 17-м году Доналд Трамп впервые солгал о размере толпы своей инаугурации, событий, которые мы все видели своими глазами, журналисты не могли понять, чего он пытается добиться. Тогда я написала статью о том, что мне это напоминает типичный пропагандистский ход из учебника КГБ. Стив Беннон назвал этот ход «наводнение зоны дерьмо». Стратегия заключается в том, чтобы произносить так много случайной лжи и так громко, чтобы истина была потеряна. Я называю это «небо зелёное». Как это работает? Я говорю «небо зелёное». Вы поднимаете глаза и озадаченно поправляете меня. Нет, небо голубое. Я отвечаю «небо зелёное». Вы проверяете это, предоставляете мне фотографии и спектральный анализ, настаивая «небо голубое». Я спокойно заявляю «небо зелёное». Вы раздражаетесь и кричите «оно голубое, идиот!». Теперь я отвечаю «ну-ну, не надо грубить. Вы думаете, что оно голубое. Я думаю, что оно зелёное. Мы оба имеем право на собственное мнение. Я думаю, мы не можем знать, какого цвета небо». И в этом вся суть. Не в том, чтобы убедить вас, что небо зелёное, но убедить вас, что истина, если она есть, непознаваема. Если истина непознаваема, то нам, как демократическому обществу, почти не о чем говорить. Мы не можем организовываться. Мы не можем принимать решения. Поэтому важно помнить, нужно чётко различать факты и мнения. Факт может и должен быть проверен. Объективно подтвержённый факт есть истина. Объединяться же вокруг мнений путь простой, эмоционально понятный, но опасный. Если нет объективной истины, а есть масса разных мнений, нам нужен авторитет, который бы решал, что есть истина и что с ней делать. Сильный мужчина, если хотите. А в этом и построена манипуляция. Сначала уничтожите истину и скомпромируйте тех, кто помогает её донести, а потом объединяйте людей вокруг мнений, служащих вашим целям. Помимо изменения климата, одним из главных вызовов последующих лет станет борьба с международным авторитаризмом и фашизмом. Мы видим, как эти движения используют как интернет, так и классические СМИ, чтобы наводнять зону дерьмом. На протяжении многих лет мы пытаемся противопоставить пожарному шлангу лжи, водяные пистолеты, проверки фактов. Всегда реагируем, всегда в обороне. И это никогда по-настоящему не работало. Но был один момент, который дал мне проблеск надежды. Это было, когда Россия забрала свою армию у украинской границы, а американские службы безопасности начали превентивно делиться информацией. Они собираются вторгнуться. Это создало щит ожидания против фонтана лжи. Нарратив был задан. Поэтому, когда Россия действительно вторгнулась, почти не было этого обычного замешательства и неверия. Это кажется мне самой лучшей стратегией. Коммуникация должна быть заблаговременной, четкой и честной. Я верю в правду. Даже сейчас. Но построение общества, в котором есть свобода слова, которое открыто, демократично, солидарно и честно по отношению к самому себе, требует работы. Это та работа, в которую мы должны вкладывать свои силы сейчас.